добрый день сегодня рассмотрим лабораторную работу одну лабораторную работу тем более еще windows значит для того чтобы ее выполнить да вот адрес сейчас я наберу look talk lab в этой лабораторной там на самом деле по плану у нас много лабораторных но я вообще предпочитаю когда просто делается одна отчетная работа и студент показывает что он разобрался в теме потому что обычно лабораторной работы они у нас идут последовательно с увеличением сложности то есть там одна какая-то концепция рассматривается какая-то другая концепция вот но магистрская это довольно долго все получается много времени занимает всякий раз нужно ее принять там так далее мы предлагаю вот сделать одну но может быть две вот но и в качестве примера вот тут у меня студенты подавали на потанина сейчас подают 20 последнее число вот для того чтобы сразу же более-менее правильно приготовить документы об оценках и справки о том что они являются студентами очной магистратуры вот я разработал программу на лог токи которые генерируют документы по идее два файла docs лгт да это сам механизм и группа нон то есть анонимизированная группа студентов где задаются непосредственно ну оценки на вот они есть тут и сами студенты то есть группа студентов и также собственно что мы хотим для них сгенерировать то есть набор потанинских документов там будем сейчас более подробно рассматривать но сначала надо установить среду для запуска лог ток приложение да будем так говорить значит я уже предварительно установил в visual studio code 7zip просмотрщик суматра pdf вот я устанавливаю при помощи командной строки то есть запускает имени администратора консоль powershell есть такой проект не помню как здесь комментарий контрол работает работает увеличение экрана по идее стал лог ток должно сработать так как не все хотят устанавливать программу чоколады чоколады покиджить выпускаете чтобы чоколады установить надо перейти на install и и самый простой способ это вот найти install чоколады for individual use административ шелл все команды выполняется администраторским аккаунтом что эту строку копируете ну либо так либо так в спорте у меня не скопировалась и в powershell в режиме администратора запускаете его на в том и устанавливается сам предлагает переоткрыть окно но обычно этого не надо ну и потом собственно команда выполняется ну вот что нибудь установим чоколады возьмем вот когда вы открываете страницу с пакетами чоколады и он указывает наиболее часто используемые давайте посмотрим какой-нибудь винтерстан предлагает команду строку копируем заменяем он работает конечно медленно но намного быстрее чем так в общем вот он у меня проинсталлировал xwinterstat там он по умолчанию естественно делает какие-то настройки иконки раскладывают куда надо вот так же можно установить как вот я здесь написал в ридми что установить латих то есть у меня будет генерироваться документ луа латиха вот команды вот в моих файле можете посмотреть какие используются команда для запуска приложения запускается через вспомогательный файл лоадер техский файл значит нужно запустить луа латих пробел и имя сгенерированного файла он будет называться только анон . тех и вот этот луа латих сгенерирует pdf тех мы наверно тоже установим сейчас вариант который называется техлив то есть не хотите можете не устанавливать там важно чтобы он локток сгенерировал сам текст латиховский вот иконка в смысле install windows easy install попробуем нет давно уже не устанавливал так он надо загрузить этот файл значит техлив также можно установить через чоколады давайте кстати поищем чем по-моему без пробела пишется есть еще миг тех вида тут новая без антивируса даже ну как просто тех поставить что-то не находит а ну вот техлив инсталлер так ну ладно вот он загрузился много места занимает я не верю что она в эту машину влезет посмотрим попробуем так это он разархивирует инсталлятор если верстаться не будет так мы будем еще пакетов пакеты будем добавлять еще запускается графический инсталлятор выбираем зеркало чем вас россия вроде как в европе находится можно российской академии ног скорее всего так формата 4 место расположения цель тех техлив можно поменять тут естественно требуется 8 гигабайт доступно 5 гигабайт а если есть возможность какие-то конкретные пакеты выбрать попробуем сначала настроить маленький вариант а потом если что создадим вино виртуальный диск и добавим к этой виртуальной машине так нам не надо естественно некоторые языки китайский корейский значит здесь пакеты для музыки для математики наверное тоже не надо нам но это чисто чтобы сверстать так то конечно они полезны нам нужен пакет который кома скрипт называется он лучше верстает так редактор нам не нужен шрифты вот эти стили издательства 10 там находится кома скрипт рекомендованы шрифты там их тоже достаточно много так лотер нам обязательно нужен потому что мы будем труда и фонты использовать инструмент работы с графикой с шрифтами не будем так пик тех нам тоже не нужен хотя там не такой большой игры графики рисунки диаграмма нужно там будет картинка она вспомогательная программа пусть будут сетях нам не нужен ps3x не нужен ps3 кстати интересно что то можно в епс картинки вставлять текст из латиха подстановка одних строк на другие икон текст нам тоже не нужен довольно крутой тоже пакет для верстки но это другой пакет в общем так ну еще у нас получилось все равно места не хватает да ладно сейчас туда я перезагружу ритуальную машину хотя можно пробовать вот как сделать то есть схема малая в результате получится так и будем просто добавлять потом вообще вот миг тех да он умеет давайте лучше миг тех попробуем поставить он умеет докачивать при необходимости хотя вот это тоже может но посмотрим вот он нашел миг тех но все работает download windows там значит нам надо будет просто установить что нам нужно было латих дальше оно само пойдет что он так медленно выкачивается ладно значит идем локток я в финде его ни разу еще не запускал да да вот сначала надо установить прологовскую систему систему которая основная прологовская ну я возьму сви пролог ну я возьму сви пролог ну я возьму сви пролог берем стабильный вариант стабильный релиз 64 битовый и грузим и она тоже через чоколеты и можно установить добавить для всех пользователей в path так мы его естественно лучше все таки не в программ файл просто надо куда-нибудь вот сюда ну тут можно выбрать все тут не очень большое так ладно пусть ставится что у нас с миг техом отказалось его окно и дальше для всех пользователей значит тоже лучше его в c поставить хотя оно так тоже неплохо работает вот видите устанавливать отсутствующие пакеты всегда меня спрашивать он просто когда требуется запись каждый раз будет спрашивать нужно не нужно загружать именно в командной строке пусть это делает автоматически по идее он тоже сейчас должен спросить у нас так ну вот он установился почти так ну вот сви установился теперь доставляем этот чек апдейтс нау миг тех консол какие то проблемы с инсталляцией сейчас поразбираюсь так надо переключить административный режим так что я не понял все таки еще раз вообще редактор тех лоркс установился так вот он загрузил апдейты надо обновить наверно так я пока установлю еще мне иногда нужен фар менеджер машина у меня виртуальная в QEM спущенная потом подтормаживает так ну вот второй вариант поиска пакетов ищет он довольно долго вот только там просто фар вообще если вот чок не настроен да как вот есть установлен он будет всякий раз спрашивать запускать ли скрипты встроенные в пакет ну это защита информации такая мало ли что там в скрипте есть вот поэтому вот инсталл тир игрек он сразу ответ есть устанавливать либо там уже специальную переменную установить определенное значение ну чоку сам пишет чоколаты как это делать просто с экрана надо мышкой скопировать строчку и выполнить ее ладно пусть так здесь обновление происходит так ну и нам нужно тогда лактоком заняться так ну вот в винде оказывается есть инсталлятор мы его выкачаем 11 мегабайт ну там конечно в основном исходники что это же макро пакет так а тут что в настройках территории форматы ну это варианты и трансляторов и базовый набор команд так называемый вообще каждый этот каждый этот базовый набор он в общем то сильно отличается от ну друг от друга и все они конечно базируются вот это вот тех план тех нам нужно чтобы у нас работала вот этих вот этих вот этот он сам на луа тех базируется языки тут русские наверно тоже есть языки там переносы в основном там ничего такого если его русские не установили в utf 8 будет верстаться это фар установился так апдейты все еще происходят так что у нас с локтоком accept agreement интересно так и где у нас будет что да здесь будет хранится это под систему локток значит для каких прологов устанавливать? у нас SVI то в принципе я думаю SVI будет то есть ну можно GNO еще добавить кто-то использует консольный виндовый SVI next не знаю надо регистрировать я с Павлой этот вопрос не обсуждал поэтому не будем Павлова это автор этого языка похоже миктех решил перезагрузиться значит наша цель сделать так чтобы в консоли запускалась SVI LCD маленько другой интерфейс уже да говорит что у нас GNO пролога нету ставить не будем интересно что за файл AMD ну да мне лучше Visual Studio Code открывать значит здесь пакеты нам нужен пакет coma ну это можно не устанавливать он по идее сам должен тут наверное фильтр надо каком от Сивен даже есть значит это немцами сделанные пакеты то есть они такие качественные верстки у них по сравнению с обычными латиковскими пакетами например article или report больше настройки скажем по размеру шрифта в том числе так ну ладно значит мы с миктехом закончили надо бы проверить конечно работает в консоли или нет давайте новый консоль откроем уже нет администратора уже нет администратора SVI PROLOG работает так этот не работает углы латик латик работает отлично вот тут он ничего не не выводит потому что входного потока нету так это я консоль закрою попробуем настроить visual studio code для работы с LOGTOK это последняя версия на момент записи запись предыдущих лекций я делал в линуксе тоже в visual studio code с этим вот плагином так ну вроде да готово все надо бы здесь еще расширение гид поставить какой нибудь чтобы загрузить то есть можно загрузить вот этот вот мастер ветку здесь вот в виде zip файл это заархивировать в папку а это я один файл загрузил как говорится так вот здесь вот code download zip кстати вот можно через github desktop но он жирный я его не буду устанавливать мы попробуем его загрузить по этой ссылке через git github copilot где у нас git здесь тут лишнюю букву набрал git extension ну давай установим ну это наверное тоже можно установить объединитель ну вот что-то установилось теперь надо грузить с сайта проект кнопка появилась open folder or repository так а где у нас repository это кстати документация локтока открылась я уже забыл вот я нажал кнопку source control надо bit for windows установить да вина чистая недоустановленная так скажем недонастроенная ну пусть будет set up и еще раз повторяем и еще раз повторяем можно zip выключить просто в директории запускаем 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 его next запускаем и 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 мастер и привык название основной метки ветки разработки так ладно где можно его использовать встроенный SSH можно виндовую библиотеку для шифрования использовать можно встроенную лучше встроенную так здесь что делать с концами строк то есть в винде это перевод строки возврат каретки в линуксе это просто перевод строки поэтому внутри гитхаба ну или внутри репозитория гит концы строк хранятся в линуксовом видео по умолчанию ну да первый вариант выбрать вот msys2 консоль но она все таки адаптирована к линуксе по сравнению с PowerShell хотя PowerShell тоже неплохая консоль так это вариант мерджинга ну тоже может дефолт несколько несколько веток сливается в одну еще один новый все это пропускаем enable file system caching пускай будет псевдо консолей ладно это мы не будем устанавливать так ну все устанавливаем интересно еще какой-то package manager для винды есть мне неизвестный wingit называется это потом посмотрим так вот кит установился finish html чем открывать спрашивает давай google home будем открывать ну ладно тут все понятно пишет надо нажать кнопку reload наверно из-за того что я не в обычное место установил он немножко не может найти его markdown и редактор просит установить может просто в терминале попробовать вставим вот сюда китинка gear projects не находит так будем но это как бы надежный способ так берем наш адрес https копируем его сюда clone команда все готово открыть папку сэндвейточи users user ну это у меня такое project log talk gen выбор папки читал все перегрузил там будем все верить потому что мы все сами пишем а тут кингит не может его найти ну надо по идее найти настройку что все настройки в visual code делаются через начисован файл. Давайте пока программу посмотрим. Вот она, основная программа DOCSLGT и лоудер, давайте лоудер сначала. У меня там много ошибок, но они не препятствуют, так скажем, выполнению самой программы. Настройка здесь вы, кстати, тоже можете себе использовать. Такая, то есть такая настройка так, чтобы как можно больше информации полезной выдавалось. То есть есть такой режим использования луктока, когда он выводит полностью более-менее подробно ошибку и пишет, что, собственно, можно дальше делать с этой ошибкой. Ну вот, report warnings, events all, events — это вот эти. Я их, правда, не стал рассматривать в этом курсе. То есть, если вам будет интересно, я потом отдельно запишу. Да, я, наверное, у меня будет еще одна вот лекция, которую я вам задолжал, так, по Model Turing Architecture. И там мы... я программу допишу и покажу, как там дальше работает по синтезу UREM модели, да, по мейли-диаграмме. А потому что XMI оказался немножко новее, чем я его раньше использовал. И мы на этом лекции закончим. Вот. На практике я уже дочитаю, если кому интересно, как там связь устанавливать с семантическим вебом, вот RDF, вот эти графы грузить, использовать их с луктоком совместно. Вот. Так, вот следующий дебаг, он, значит, это компилировать с возможностью отладки. Verbal Slow, она подробно показывает каждый шаг загрузки. Значит, тьютор, он позволяет как раз объяснять некоторые проблемы. Например, если у вас там не найден предикат какой-то, да, он пишет, какие варианты есть. Там забыл, например, его декларировать, там, public или private, либо он там, ты его как public вызываешь, но он private. Ну, много чего интересного. Так, ну вот, собственно, отладка, то есть Debugging Tool, это инструмент для того, чтобы, собственно, отладку проводить. То есть, эта настройка означает, что мы делаем возможным отладку, а это, собственно, сама отладка. Ну, и потом идет logtalkload. Это вот эти фигурные скобки, да. Ну, я logtalkload использую, потому что фигурные скобки, они могут еще кое-где там использоваться, в частности, в семантическом контексте. Значит, это основной файл docs.lgt, а это группа анонимных, значит, студентов, ну, то есть, по которой, собственно, документы генерируются, набор оценок и набор студентов. Так, ну и hold, соответственно, это остановка интерпретатора. Ну, если программа выполнится, чтобы он не входил в интерактивную подоболочку. И все это внутри находится инициализация, да, вот конструкции стандартной, прологовской. То есть, инициализация, там у него параметрами, параметром является goal, ну, то есть, предикат. Но мы здесь этот предикат отдельно не формируем, так, и поэтому просто в скобках перечисляем вот эти самые запросы. Вот. Теперь давайте пойдем сначала в группу студентов, чтобы понять и что, собственно, обрабатывается. Значит, в этом проекте я попытался максимально корректно, или как максимально корректно с точки зрения проектирования, да, в большей степени, то есть, не программирования, а проектирования представить вот эти самые объекты. Есть, конечно, другие варианты представления, но тем не менее, вот что у меня получилось. То есть, у нас есть объект иерархии прототипов, который называется анонимная группа. Она расширяет студенческую группу. Вот в студенческой группе есть один параметр, то есть, студентгрупп — это параметризированный объект. Здесь название группы. Здесь, правда, название состоит из двух элементов. Ну, это прологовская фича. Но, тем не менее, ее можно в том же самом виде на экран распечатать, если потребуется. Значит, дальше, то есть, этот группа нон, он наследует там объект тоже, да, каталог. В этом объекте каталог находятся элементы. Значит, элементы — это protected конструкции, хотя можно их и private сделать. То есть, EL — первый параметр, это некоторый идентификатор, обозначающий студента, да, скажем, вот Иванова, Иванова, Наталья Александровна, да, любые совпадения случайные со знакомыми и самим слушателем. То, что у меня в голове был, я просто набивал. Тут я, так как в русских, в русскоязычных документах там приходится склонять существительное. Значит, склонение я тут не делал, поэтому мы сделаем некоторую заглушку в виде возможности просто перебора вариантов склонения, ну, в виде такого вот списка, то есть, это именительный поддерж, это дательный поддерж. Там справка выдана, там Иванова и Наталья Александровна. Значит, третий параметр, что она женского рода, да, полгода, то есть, смотри. А это, ну, дата рождения в китайской нотации. Мне такая больше нравится. Правда, там приводит к необходимости формирования специальных процедур для преобразования с целью их печати на экран. Ну, и еще два студента — это Петрова и Сидоров. Он, естественно, мужского, ну, то есть, мужского пола, да. Вот. И оценки пошли. То есть, это объект. Он реализует протокол notes-p. Ну, в этом протоколе всего один предикат notes. Вставить соответствие кур. Вот видите, да, то есть, идентификатор студента. Ну, тут, по идее, можно вставить URL, да, если мы семантическим вебом сопрягаем это все. Ну, и тут пошли оценки. Значит, это название курсов аналогично, да, тире и оценка. Вообще, тут нам было ровно писать. Хотя она и так вроде работает. Есть такой пакет option, мы его тоже там встретим, позволяющий в списке по ключу, то есть, первый элемент находить, второй элемент. Можно, кстати, вот так писать. Так, ну, я тут ничего править не буду, потому что она у меня заработала, конечно, в счете, потому что я не помню, как я там сделал. Ну, все. В общем, вот у нас два объекта с входными данными и объект, собственно, который запрашивает у системы формировать набор документов. Значит, ну, тут два документа формируется. А, вот тут даже есть специальный объект. Путанин документ. То есть, по каждому. А, тут я когда отлаживал, мне нужно было выводить файл и на экран одновременно. Потому что если тут добавить номер user, то он еще на экран будет выдаваться. Ну, давайте так и оставим. То есть, она для каждого файла будет выполнять одну и ту же операцию. То есть, мы передаем, генерируем документы при помощи лати-генератора. То есть, по идее, можно сюда потом WordCoin вставить или HTML. Группа. А, это оценки. Эта группа, кстати, надо было местами поменять. Это план учебы, да? То есть, учебный план 2023. Хотя надо было 2022 написать. Это у меня идентификатор лица, который подписывает документы. Ну, и GEN, соответственно, мы запускаем public-метод из аргументов. У этого Путанин документ, который будет генерировать наши документы. Ну, и вот эту, кстати, можно закомментировать и добавить в загрузчик, чтобы контролировать процесс. То есть, сам запуск вот этого метода, то есть, вот этой процедуры GEN, да? Лучше, конечно, сделать лоудеры перед халтом, да? Но тут получится тогда такой вариант. Если у нас есть несколько групп, ну, несколько заданий, то нам придется для каждого задания здесь перечислять. Вот. Ну, я пошел по простому пути. И там в Initialization у этой группы конкретно запускаю этот предикат. То есть, Initialization, напоминаю, он запускается, когда все объекты загружены. Логтоком вот эта секция для каждого объекта. Правда, я с трудом представляю, как можно… Ну, хотя, если какие-то есть экземпляры классов, да, в иерархии классов статические, то для них Initialization, да, можно сделать. А, он, да, это Initialization есть в Create Object. Ну, мы его на одной из лекций проходили. Ну, и просмотрим, собственно, саму программу. Это я маленько приглушу, что он там будет постоянно ругаться на то, что… Куча ошибок. Так, ну, это запись Person. У него есть обозначение, да, alias. Имя и birthday. То есть, это какой-то человек. Так, теперь у нас есть студент. Она, кстати, гендерная работа даже. Ну, давайте мы туда обновим этот Changer. Так, куда делся? First Date, интересно. Мы сразу исправим ошибки. Okay. То есть, Student – это тот же самый Person. Просто тут ничего нового нет, но для студента может быть какие-то дополнительные элементы в интерфейсе добавить. Значит, инструктор. Ну, типа преподаватель. Все ошибки будут исправим их. Протокол. Значит, протокол – каталог P. То есть, это интерфейс, но в смысле Java, да, который определяет, что с каталогами можно вот хранить вот эти элементы, которые вот перечислены, да, для студентов. То есть, двухаргументные – у нас есть обозначение, ну, вектор и его данные. Либо просто какой-то элемент без обозначения. Ну, но там, правда, в самой структуре может быть в параметре в первом. Так, каталог можно поименовать. И есть два паблик интерфейса, да, то есть элемент 1, элемент 2. Ну, и соответствует этому и этому. Значит, этот ищет элементы, ну, просто их перечисляет, да, получается. А этот позволяет еще, если первый параметр у него вставить вот это вот обозначение, да, alias, то находить, соответственно, его. Значит, department P – протокол. То же самое, что каталог, ну, department подразделения, да, какой-то организации. У него есть еще начальник. Вот, ну, правда, я его не реализовал здесь. Хотя идея была такая, чтобы вот мне вот этот параметр сюда не запихивать, кто подписывает, да, документ. Хотя, то есть, если тут, например, стоит null, то пусть подписывает начальник. Ну, идея такая. Значит, протокол, который учебный план формирует, да, для объектов учебных планов. То есть, это вот перечень курсов, 7 параметров, список подразделений, которые содержат, ну, преподаватели, которые, в свою очередь, читают курсы. Ну, это нужно было, там, мне одну форму предложили, представление оценок претендента на стипендию Гранта Потанина, да. Ну, потом оказалось, что в форме по умолчанию, которая используется в университете, там фамилии преподавателей нет. Ну, я решил все равно это все оставить. Значит, текущий год обучения, там первый, второй, я не стал его вычислять, просто факт. Начало обучения нужно, оно используется в документе. Конец обучения, информация о приказе о зачислении, там номер приказа и дата приказа. Информация о специальности, здесь название института или факультета, то есть, одно из них используется. Ну, с основного факультета, который эту специальность реализует. Вот, и, ну, это какой-то внутренний инструктор, я уже не помню, нужен он или нет, вспомогательный. Так, это, ну, вот протокол перечень оценок, да, получается, это протокол, ну, документа генерируемого, вот, собственно, вот этот GEN нулевой, да, и еще есть Subject Definition, то есть, предмет этого документа. Ну, там это или справка, или письмо поддержки, там, или что там еще может быть. Категории. Значит, первая категория, это категория учебных планов. Она реализует вот этот частично крыкулум P, протокол, и вот здесь, да, вот этот инструктор, да, который подзабыл-то я, да, он занимается тем, что ищет, ну, преподавателя. Ну, в частности, он использует для того, чтобы найти преподавателя, который подписывает документ. Ну, предполагает, что он работает в одной из организаций. То есть, находим Departments информацию, ну, это список подразделений, там, кафедры, или дирекции, чего угодно. Берем один какой-то элемент из этого списка и в нем пытаемся найти элемент по этому Алису. Ну, и когда мы его найдем, это персон, ну, передаем его в качестве ответа. Студенческая группа. Значит, здесь, так как групп может быть много, да, и совсем неохота для них отдельные объекты сделать. Хотя, в любом случае, там все равно перечень студентов, входящих в группу, и так писать внутри объекта. Я эту систему немножко автоматизировал, то есть, через параметр вот этого параметрического объекта. Значит, он реализует протокол каталог P и реализует собственный вариант поиска студента в группе. Ну, он здесь стандартный. Либо мы просто перечисляем, либо перечисляем с учетом его клички, да, там, Алиаса. То же самое для объекта course. Аналогично. Тут, правда, я тут ничего не ищу. Просто объект. Подразделение. Это реализует каталог P. Здесь я пишу для себя заметку. Ну, например, мы что-нибудь печатаем на экран, да. Например, рабочую программу. Там есть тут такой-то, кафедра такая-то. Вот, чтобы не забыть название кафедры вставить. Вот такая вот информация выдаётся, выдаётся. Значит, в подразделениях мы ищем ещё по подразделениям. То есть, вот эти два варианта мы уже видели. Для группы, да, в частности. Вот для подразделений, если... Точнее, мы можем найти в самом подразделении, либо в подподразделениях. Ну, то есть, они... Под подразделения они реализуются хоть при помощи вот этого предиката L, как элемент подразделения. Поэтому вот его находим. Я не стал вариант второй с алиасом здесь представлять. Хотя, вообще-то, надо было это сделать. Проверяя, является ли вот этот компонт объект именно объектом. Вот, если он объект, то пытаясь в нём найти, ну, нужный элемент какой-то. Человек там или подразделение. Ну, вот, в принципе, два можно и дописать, да. Чем, как говорится, чёрт не шутит. Что-то редактор, конечно. Игнорируя первый параметр. Ну, вот. Так как таких вариантов у меня нет, данных по подразделениям, включающих другие подразделения, потом он, по крайней мере, работать не будет. Так, кафедра, вариант департмента, да, соответственно, название кафедры забыли. Следующая категория у нас преобразует идентификатор и оценок в то, что у нас пишется непосредственно в документе. Вот, категория option для нахождения в списках пола. Идентификатор поключу, да, помните, я об этом упоминал. Значит, у него есть публичный метод option с двумя аргументами. Уже здесь запрос. Ну, это шаблон структуры, который мы ищем. Ну, пример я потом приведу. Или в каком списке. А, ну, кстати, вот пример, да. То есть, мы, например, пытаемся найти элементы тег с каким-то аргументом, да, value, значит. Вот в этом списке. И вот тег можно либо в таком виде задавать, тег от единицы, либо вот в таком. Ну и, похоже, там тире вариант тоже работает. Вот other, он несовместим вот с этим запросом. Он будет проигнорирован. Ну, то же самое, buzz. Вот в результате этого запроса у нас должны вывести множество value-1 и value-2. Вот по этим двум тегам. Это называется разделенное объединение. В теории категории и теории множество. Дальше идет категория удобные для порождения подписи. И она у меня с тремя параметрами. И вот на эти три параметра LookTalk ругается. Ну, там, для них требуется дополнительная конфигурация при помощи, ну, там, специфических конструкций. Но, тем не менее, это все работает. Поэтому я не трогаю. Значит, здесь есть публичный элемент signature с двумя параметрами. Давайте сейчас вот этот с нулем посмотрим. То есть, renderer — это объект, который занимается рисованием нашей подписи. Вот. И мы вызываем вот этот дух аргументный с двумя подцелями. Значит, первая подцель — before, да, которая вот эта вот. Она запускает этот goal и между сгенерированным текстом и подписью выполняются, ну, вот эти вот элементы. Ну, в данном случае генерируется два растяжимых пробела. А после подписи, значит, один растяжимый пробел. Ну, вот в латике есть такая крутая конструкция, которой, к сожалению, я не знаю как. По-моему, даже нет ее в Word. Ну, например, можно текст... Вот у нас идет документ, да, на очередной странице текста заканчивается документ, и подпись поставить в самом-самом низу страницы. Где-то говорят неправильно, потому что можно между подписью и текстом еще какой-то текст потом вбить после подписи. Но, тем не менее, для этого достаточно написать vfill с двумя l, потом подпись и, например, там пустую строку и strat. Strat – это подпорка, это backslash null, которая конец строки, как страницы, как бы, обозначивает перед new page. Ну, new page – это генерирует новую страницу. Ну и, собственно, как оно тут реализовано. То есть мы синоним задаем, находим в нашем учебном плане необходимого преподавателя, который уполномочен подписать документ, это его данные. Вот, потом синтезируем новый объект – teacher. Такого нет, такого объекта – это просто функтор в данном случае. Ну и потом смотрим, если у него есть информация о том, что у него есть должность как менеджера, так, то, ну, пишем ее должность. То есть это там кандидат или там доктор-профессор – это его звание, да, а это его менеджерская должность, например, директор института или там начальник какой-то кафедры, заведующий кафедрой. Если же мы не находим этой записи, что это option, да, то, ну, выбираем просто, что он у нас кандидат там наук и доцент. Ну, такая форма. Аналогично, да, ну, кстати, прошу прощения, дайте вам покажу, как это все-таки реализуется. Вот у нас есть там teacher – директор Иван Иванович. У него неизвестная дата рождения, но нам здесь не нужна. Доктор физмат наук – профессор. Ну, вот эти вот менеджмент – директор ИМИТ ИГУ. Профессия в области образования – профессор. Ну, а подпись – там и директор. Ну, и поэтому, значит, если у нас есть сокращенное, в принципе, сокращенное имя очень сложно сгенерировать. Ну, тут я не стал этим заниматься, просто представил его. Ну, если его друг нет, то просто имя, фамилию развернуто пишет. Ну, и дальше, соответственно, запускаем before, потом генерируем подпись и запускаем автор. И, собственно, генерация текста делается в основном двумя вот этими конструкциями. То есть R – это у нас, например, латих-генератор, да? Run – это, значит, Run в Word, да, это из Word идет представление документа. То есть Run – это кусок текста, ну, набор символов, имеющие одинаковые стилевые характеристики. Вот, и второй – это cmd. Значит, в латихе у нас используются вот такие вот конструкции, то есть backslash и какое-то название команды. Здесь два backslash, потому что backslash здесь интерпретируется как escape-символ. Вот, чтобы backslash и не писать, вот в кавычках я сделал специальный cmd, который backslash добавляет просто спереди к этому идентификатору и запускает, наверное, результатом Run. Значит, Run – один из вариантов рана поддерживает формат формата, получается. Есть еще какие-то дополнительные символы. То есть это символ табуляции при построении таблиц. Да, вот еще есть конструкция begin-end, стандартная, похожая на латиховской. То есть tabular – это специальное окружение для порождения крутых таблиц. А это его дополнительный параметр, который, ну, задает параметры таблицы. Ну, наверное, здесь ширина таблицы равна ширине текста. Да, ну-индет – это, значит, тут абзац новый сформировался, да? И вот, чтобы убрать отступ по умолчанию. Вот, есть команда ну-индет. CallSpec. Ну, чтобы подпись сгенерировать, нам нужно, значит, с правой стороны сгенерировать регалии. Значит, слева поджать в левую сторону фамилии мелочи-то подписывающую. Вот тут при помощи иксов задается некоторый интервал в таблице. То есть x3 – значит, три интервала. Потом один интервал из три столбца, да, получается. И потом идет второй интервал из двух элементов. Значит, дальше устанавливается, что первая колонка у нас будет поджата, текст поджат в левую сторону, а третья коронка – в правую сторону. Но центральная колонка пустая. Вот, и вот этот tab переводит, соответственно, из первой во второй колонку, второй tab из второй в третью колонку. Ну, и здесь, собственно, пишем то, что должно быть написано фамилиями отчества. Ну, а здесь affiliation, то есть регалии. Ну, конец таблицы, и потом генерируется какой-то текст уже после подписи. Ну, тут немножко русского языка категория. Вот протокол соответствующий есть. Выбор требуется. То есть правка дана такой-то в том, что она или дана такому-то. Ну, такому-то, правда, ну, фамилия, имя, отчество, да, в том, что он, он, она. Ну, то есть выбор какой-то в зависимости пола. Здесь у нас либо F, либо M, а здесь варианты в виде options. То есть F – она, M – он, как пример. Ну, и, собственно, мы его выбираем, распаковываем там дальше. Дальше задаем кафедры информационных технологий. Кстати, неправильно у меня. 08.19. Это моя личная информация. В принципе, я могу разглашать, сколько хочу. Вот. Кафедра F&M в Лэйти, вот в частности, тут есть. Ну, это вся открытая информация. Дирекция МИД Института математики и информатики информационных технологий Иркутского города Университета. Я тут фамилию меня директора убрал, чтобы было более анонимно. Ну, и дальше смотрим. То есть это дирекция, а это сам, типа, институт. Он состоит из дирекций трех кафедр. Ну, там четыре кафедры. Ну, просто на этих кафедрах присутствуют преподаватели, которые задействованы в нашей учебном плане, да, получается. Значит, математики и информационные технологии. Здесь, по идее, слово «кафедра» не хватает. Но я здесь убрал тоже для упрощения процедуры порождения. Потому что, к слову «кафедра», «кафедры» может в документах тоже склоняться. Ну, да, Кыргызский государственный университет, который состоит в данном случае только из одного ИМИТа и кафедры философии. Вот, на самом деле, нужно было написать, что там Институт международных, там, и отношений, как он там называется. И там внутри кафедры есть. Да, потом можно доделать, в принципе. Значит, есть и ЕТУ. Вот, как подразделение. И у него внутри есть кафедра ИВМ. Дальше. Учебный план. Поддерживает, реализует протокол Курикулом П. И импортирует категорию Курикулом С. Ну, содержащий в себе инструктора. Ну, и дальше, собственно, здесь мы формируем учебный план. Конечно, не все это нужно, что здесь есть, но просто было интересно посмотреть. То есть, вот данный учебный план у нас работоспособность обеспечивает университет Иркутский и Санкт-Петербургский электротехнический университет. Значит, текущий год второй. Ну, начало программы, окончание программы, номер приказа, зачисление, дата зачисления. Вот. Основной институт. В принципе, можно его привязать там по любому образу, конечно. Специальность 010402, прикладная математика, профиль, семантические технологии, уровень магистратуры. Ну, и дальше пошли предметы. То есть, название внутреннее, да, описание, включающие количество часов, номер курса, вариант отчетности, либо экзамен, либо зачет, либо зачет с оценкой, и дата окончания, дата зачета по умолчанию, и идентификатор преподавателя, который его ведет. Ну, долгое время, конечно, я тут это все оформлял. Так, объект, который отрисовывает документ. Потому что у него в параметрах имя файла, либо юзер стандартная. Импортирует категорию Option C, ну, это предикат Option с двумя аргументами. Ну, и также использует модуль List, и оттуда берет Member. Преамбула. Предикат. Предикат. Да, он сам по себе ничего не делает, им пользуется, да, как ручкой для рисования, да, или кисточкой. Это чтобы синтезировать документ. То есть мы можем его спроектировать какой-то новый, например, для Word, который будет генерировать, например, OpenXML файл и генерировать документ. Либо там еще как-то реализовывать. Но важно, чтобы вот эти интерфейсные элементы были созданы. Значит, преамбула это то, с чего документ начинается. Ну, стандартная преамбула для латиха, документ класс. Так, давайте я не буду пока объект рассматривать, потому что все равно ничего не понятно, пока мы латиховский файл не увидели. Это мы его пропустим. Так, и перейдем к, собственно, вот документ, который демонстрирует перечень оценок претендента. Значит, это тоже параметризированный объект. То есть кто отрисовывает, какие оценки. Ну, здесь объект с оценками. Здесь объект, представляющий студента. Это объект, представляющий учебный план. Это, соответственно, объект. Точнее, это не объект, а идентификатор лица из куррикулума, который подписывает документ. Значит, тут интересный вариант импортирования категорий. Когда мы их скопом целом импортируем. То есть notes, Russian, option, категория или signature. То есть категория, которая подписи генерирует. Ну и документ P он реализует. Опять же, используя модуль list и memory. Здесь, согласно протоколу, нужно реализовать gen и subject. Definition, да? Ну, gen. То есть, чтобы сгенерировать наш документ, нам нужно сначала сгенерировать шапку. Ну, про университет информацию. Потом по центру subject. Так. Пустую линию сгенерировать. Начало таблицы. Собственно, для каждой оценки сгенерировать строку. Так. Что это у нас? Конец таблицы. Статистические данные. И подпись. Значит, true я ставлю в конце, когда мне непонятно, какое количество тут элементов будет. Ну, что-нибудь добавить, например, удалить, чтобы запятую постоянно не отслеживать. Конец true ставим и все. И не паримся. В Haskell и так, например, нельзя сделать, да? Ну, Haskell – это язык функционального программирования. Там делают наоборот. То есть, пишут сначала первый элемент, потом запятые ставят перед вторым и так далее элементом. Значит, вот для того, чтобы… Вот subject definition, собственно, о чем документ. Вот он использует эти все команды. То есть, правка успеваемости за весь период обучения. Что это такое? Интересно, ну ладно. Вот. Выдано… Вот мы находим студента. Входим в него в дательном падеже имя. И пишем его на экран. В том, что он или она. Вот выбор choice. Значит, по полу, да? Соответственно, F. На МОН. Является студентом такой-то программы, такого-то курса, почность и так далее. Здесь жирным шрифтом пишется код дисциплины и программа дисциплины. Дальше. Есть ли внутри крыклама, да? Вот этого… В общем, у него плана есть информация об институте. Допишут института, а иначе факультета. Ну и продолжение, кстати. Вот факультета. Значит, Лати у нас игнорирует пробелы. То есть пробелы – это разделитель, да? Между лексемами. Вот. А какое количество пробелов – ему не важно. Так. И вот, соответственно, F.P.O.L.I.G.U. Дописываю в конце. Вот. Ну и тут вспомогательное. Понятно, есть предикаты номер, которые таблицы генерируют, начало таблицы, конец таблицы и строку таблицы. Я не буду это подробно рассматривать. Для таблицы еще она такая хитрая. LongTable, так называемый, да? В Word они тоже работают. То есть таблица, в которой заголовок повторяется. Но по умолчанию в Word предназначен для того, чтобы статьи, да? Создавать. То есть есть определенная форма представления таблицы. Вот эту форму сломать так, чтобы не было ни заголовков, ни всяких там подписей. Продолжение следует на следующей странице. И так далее. Мне нужно было придумать способ. Пролог, да, и системы, которые с множествами работают. В них не очень удобно, конечно, нумерацией заниматься. Я вообще хотел сделать лабораторную так, чтобы не использовались никаких динамических переменных. То есть в основном путем композиции вот этих функторов и параметризированных объектов. Но, тем не менее, элегантный, короткий способ перечисления номеров строк мы можем было сделать при помощи динамического предиката line number. Ну и, соответственно, предиката inc number, который выдает следующее по номеру число. То есть мы line number сначала обнуляем, потом, чтобы сгенерировать цифру 1, то есть первая строка, мы должны не прибавить единицу и потом убегнуть этот результат. Так, возвращаемся обратно, смотрим, что тут еще есть интересного. Да, вычисление статистики мне понравилось как-то. Вообще говоря, в изучении пролога есть такой подраздел изучения дейтолога. То есть дейтолог – это один из первых языков взаимодействия с базой данных. И вот здесь как раз приводится такой примерчик, похожий на дейтолог. Есть специальный метод статистик, который, например, собирает количество элементов в списке. Мне нужно было количество положительных оценок, да, то есть 5, 4 и окей. То есть вот количество пятерок, количество четверок. То есть это количество оценок называется. Ну и потом печатаем, то есть без отступа результат. И как они собираются, то есть мы их находим, ну подходящий элемент, так, среди оценок. Если он подходит, то мы единичку записываем в список. Ну и потом просто длину этого списка определяем. Может было тоже через ассертры так сделать, но это, вот этот вариант, это больше функциональный, да, способ представления информации. Ну и аналогично сделан другой документ, который справки генерирует. Здесь только используется вертикальное представление на странице или официальной. Так. Ну и тут, соответственно, справка, данное представление по месту требования. Да, и тут, кстати, интересный момент. Ладно, я сейчас попробую генерировать, покажу. То есть информация о студенте, она пишется рядом с аффиляцией университета. Ну то есть с левой стороны. И под ней вот справка идет. Ну и вот, естественно, подпись, да, там определенным образом строится. Вот. А для того, чтобы внутри таблицы, представляющей собой, значит, аффиляцию, ну шапку нашей страницы, да, официальной страницы, что-то написать, нам нужно специально цель сгенерировать. Он, собственно, в subject definition там и определяет с левой стороны. Так. Ну и специально big documents, который включает в себя, правильно было, конечно, из него категорию сделать, включает в себя, значит, два предиката, который открывает файл, генерирует преамбу, собственно, генерирует конец файла и закрывает файл. Ну и вот этот объект представляет перечень документов для подачи на конкурс Потанина. Вот он расширяет этот object. Конечно, лучше бы категорию сделать, да. Импортирует оценки, но только непонятно для чего они мне тут. И по идее он вообще, а, ну да, он по идее должен еще здесь, здесь не написал, неправильно здесь, ну в смысле не дописал, что он реализует документ P. Правда, без subject получается. Ну и вот, соответственно, у нас есть объект, включающий себе перечень оценок, то есть по каждому из студентов. Группа, группа студентов, учебный план и лицо подписывающее. Вот, и теперь по каждому, то есть берем один элемент, представляющий перечень оценки конкретного персонажа, да. Находим его в группе студентов и отрисовываем эти два документа. Ну труд, соответственно, может третий, четвертый документ сделать. Сейчас, например, у меня задачка сформулировать список тем работ бакалавров. Аналогично можно сделать. Ну и пишем на экран здесь, что файл такой-то создан с комментарием. Комментарии в прологии и в латихе одинаковые. Очень удобно, кстати. Ну еще попробуем запустить. Нашел способ, как его запустить. Надо идти вот в меню. Найти локток. Вот этот консольный вариант. Ну либо вот этот. Правда, его дольше не устраивать. То его копируем. Открываем папку с проектом. Оказалось, что в виде кассы все завязано на документах. Вот. И вот сюда мы выкопируем. То есть вставить. Вставляет он ярлык. Потом редактируем здесь свойства. Убираем здесь рабочую папку, чтобы пустая была. То есть текущая папка будет. Все. Закрываем. Можно, в принципе, запустить просто из этой же папки. А можно вот так вот в консоль здесь. Ну и здесь лоадер. Вот он грузит. Там были ошибки. Здесь UTF-8, который не умеет по умолчанию консоль Windows. Запускает, запускает. Все. И генерируется латифовский файл. Вот этот тех. Так. Сейчас тут пододвину. Все. Вот так. И надо его сверстать. Ну, здесь-то преамбула. Это… Надо использовать номера строк. Там long table, кстати, можно выкинуть. Вот это все пакеты, которые требуются для верстки. И вот их потом будет у них тех подгружать. Вот. Ну и вот этот вот команда. New page-то, а? То есть, создает новую страницу, если ее не было. Есть clear page. Она помимо того, что новую страницу создает. Она еще все плавающие элементы, латифи, скажем, доверяет размещению таблиц и картинок. Ну, то есть, рисунков. Самостоятельно. Ну, там определенная стратегия, конечно, задается. Ну, в общем, вот. Просто набор команд, набор текстов. Вот он нагенерировался. Длинная таблица достаточно. Несколько документов помечается в один файл. Вот. И нам тебе надо попробовать эту сверстать. Так, углубатив работает. Работает. А, я отправил уже. Ctrl-Z. Сейчас ее побольше сделаю. Наверное, не буду потом больше менять. То есть, лово гатиф теперь до канон тех. Посмотрим, что у нас в результате получится. Шрифты могут потребоваться. Могут потребоваться. Может, придется какое-что поменять, чтобы он не сверстал. Машина у меня работает в виртуальной среде, которая замедляет инвектора. Плюс, в винде еще процедура поиска файлов. Она очень сильно по скорости отличается от линуксовой. А может, кстати, он грузит непрерывно. Но обычно в миктех он писал. Он грузит. Даже шрифты вроде как все нашел. Да, не нашел Fira Sounds Regular. Давайте его загрузим. Ну, или поменять шрифт можно, в принципе. Мне курьеру не нравится. Пробуем загрузить и установить. Давайте это делать в Linux. Пакет устанавливаем. Пакет устанавливаем. Так что я тут вот натворил, сейчас разберусь. Я вот распаковал папку. Установить. Наверное, все вместе можно установить. не для только по одному наверно можно как-то пакетом установить сейчас некуда искать здесь выходим у это попробовать игнорируй все ошибки доверстать он его нашел нашел и сделал к нему кэш вот начал пдф генерировать все что нужно он загрузил и вроде места хватило даже вот пдф все генерировался интересно что это за плагин такой содержимое генерированного документа программы борются за pdf вот суматра вот эта шапка да то есть минобор науки там и так далее картинка тут значит вот выдана петровой в том что она является студенткой студентом оценки повторяющийся заголовок оценки статистика подпись и справка аналогично для двух других студентов что получилось ну и я не знаю наверное не имеет особого смысла тут сейчас этот латик просматривать то есть вот набор команд так этому набору команд ставится соответствие некоторый набор меня здесь в отрисовщики латишка метату представить там пустые линии в space в space через формат делается вот новая строка это бэк слышно формируется в чем параметры сколько дополнительно место еще добавить в том числе кстати неправильно а нет правильно рано это кусок текста с 1 с одинаковым стилем но тут правда это просто кусок текста ветеран мы же можем здесь чего угодно написать том числе и команду ну там new page конец n документ конец документа ну в общем вот эту программу но только я писал где-то один день три два дня по полу дня примерно и вообще надеюсь наверное будут дальше расширять прождать эти документы потому что я человек невнимательный мне проще составить список написать программу которая будет склонять существительное и создавать документы путем компоновки ну по поводу лабораторная дату и для того чтобы сдать курс надо написать лабораторную значит я не буду требовать здесь обязательно там использовать все структуры то есть вы возьмите какую-то задачу из перечисленных на первой лекции вот но я еще потому что продублирую в канал ну и просто можно взять старую прологовскую программу посмотреть с точки зрения объектно-ориентированного программирования логического и представить ее ну то есть отделить там протокол отделить какие-то повторяющиеся конструкции реализовать их на основе таких категорий он посмотреть иерархия больше подойдет то есть иерархия классов нужно но по моему мнению в токе только если мы что-то порождаем то есть оператор них да для нам требуется вот так в целом я вот эту задачу реализовал путем именно комплексирования параметрических объектов в иерархии прототипов ну надеюсь было все понятно если непонятные вопросы задавайте до свидания